Чего бояться, возможно, нам уже нужно. Буквально вот одну вещь. Знаете, можно обвинять в неэффективности следствия. А что такое эффективность? Революционная законность. Можно всех назначить, обвиняемых, трибунал создать, засудить, поставить галочку и всё. А если вы хотите жить в правовом государстве, то надо действовать по процедуре, надо выбирать. И, кстати говоря, слабостью нашего правового государства пользуется Россия. Так что, из-за этого не строить правовое государство, если оно пользуется? Ну так, и свободное слово наше пользуется. Потому что наши журналисты там были, пожалуйста, всё показывали на всю страну, цитировали и так далее. Вот у меня вопрос. Знаете, мы по закону будем жить, всё-таки терпеть. Или вот это революционное нетерпение всё время подзуживает. Поэтому я, может быть, Горбатюк хороший следователь. Он не политик, а законник. Может, он ищет доказательства, а их, может, и нет. Потому что, вы понимаете, это очень сложная история. Очень сложная история. Майдан. Так, это же революция. Как и на войне очень трудно тоже, знаете, рассказать. Вот этот, этот, а вот этот, вот этот. Так и здесь. Так что давайте. Или будем действовать не по закону. Вопрос второй. По поводу вообще вот этого, так сказать, месседжа. Так? Человек-месседж. Я бы так сказал сегодняшний день. Тут ситуация в общем. Раньше... Он голубем, но голубь, он на голубя. Почтовым страусом, я могу сказать. Раньше человек этот появлялся эпизодически. Сейчас, я думаю, это уже, так сказать, прописан сюжет на длительную такую уже перспективу. И вы знаете, мне вот такое впечатление, что адресатом, главным зрителям, или адресатом этого послания, новоизбранный президент США. Потому что главная идея какая? Вот во всей этой истории. Что Майдан нелегитимен, что на власти нелегитимен, что это все государственный переворот, что там продолжается хаос в стране. Так вот, если 20 человек полиция не может убрать, значит, понятно, что неспособность государства выполнять функцию правосудия и защиты. Далее. А поскольку это все проект был предыдущий администрацией США, так? Значит, вы давайте оставьте, он уже не успешен. Вы видите, за три года ничего не произошло. Безвиз не дают. Люди разочарованы тем, что ничего не... Коррупция такая же, как и была. Знаете, вот это все постоянно нагнетает. Что коррупции еще больше, чем было при Януковиче. Хотя на самом деле ее меньше, а вряд об этом больше. И борются больше, так? Вот поэтому, знаете, что давайте бросьте этот весь проект в сторону. И мы с вами тут русские и хорошие новые американцы, прагматики. Торговая сделка за счет Украины, без Украины. Вот к чему это может привести, если мы будем действовать вот так, неумело. Так, понятно, что у нас много проблем. Но здесь надо концентрация власти. Не допущение ошибок никаких. Так, вот это перестать, вот это играть фейсбуком, так сказать. Вот эти понты через фейсбук пускать все время. Работать надо, в конце концов, защищать государство. У нас в фейсбуке и в твиттере скоро уже, наверное, будет заседание министерств проводить. Что все представители власти заделались писателями. Ну, какой-то анекдот Чукча, знаете, я не писатель, я читатель. Так вы уже читателями были. Читайте книги нормальные, а не пишите в фейсбук. Каждый, извините, свой чук. Продолжение следует...